Чем опасно слишком далеко отступать от кушетки? Если вы научитесь лечить себя, то у вас появится высокий уровень готовности к проблеме пациента. Это навык, который я выработал в себе для того, чтобы сберечь свои ноги. Здравствуйте, друзья и коллеги! Я Станислав Чернонок, автор и создатель школы векторного массажа и саматити. И сегодня мы поговорим на чрезвычайно важную для сообщества массажистов тему «Как правильно стоять возле кушетки?» Огромное количество проблем со здоровьем массажистов возникает из-за того, что мы работаем неправильно. Надо сказать, что профессия массажиста – это та профессия, которая предполагает возрастание стоимости специалиста. Чем дольше вы работаете, чем больше вы стоите. Однако возникает некоторая проблема. Многие считают работу массажиста чрезвычайно вредной. Действительно это так, если вы допускаете критические ошибки. Если вы стоите неправильно, если вы работаете неправильно, если вы выполняете движения руками неправильно, всё это ведёт к тому, что ваше здоровье разрушается, и невозможно говорить о том, что вы будете хорошим мастером, если вы сами больны. Если вы желаете, чтобы у вас было изобильно клиентов, вам жизненно необходимо быть здоровым, быть образцом для ваших пациентов. Было бы излишне пафосно утверждать, и неправдой вдобавок утверждать, что я не совершал этих ошибок. Я наступил на все эти грабли, у меня были все проблемы, которые я буду вам описывать. Всё, что я вам сейчас буду рассказывать, это результат моих непростых отношений с моим телом, с кушеткой, возле которой я работаю. Всё, что я имею сейчас по здоровью, есть результат того, что я ошибался, а потом корректировал своё поведение. Систему характеризует не ошибка, систему характеризует то, как вы реагируете на те ошибки, которые вы совершаете. И давайте начнём. Первая ошибка – это высоко поднятая кушетка. У нас в рамках нашего канала нам для графичности удобно снимать с высокой кушеткой. На самом деле эта кушетка задрана где-то сантиметров на 20. Идеальное положение – это чтобы вы могли опереться на пациента прямой рукой, немножко, может быть, даже согнув ноги. Каждый раз, когда вы опираетесь таким образом на пациента, вы вынуждены задирать плечи. Это избыточно нагружает ваш шейный отдел позвоночника. Вы перекладываете нагрузку с корпуса и ног, перекладываете нагрузку на шейный отдел позвоночника, и это чрезвычайно опасно и вредно. Вспомните, были ли у вас подобные ощущения в шее, в руках, была ли у вас усталость после того, как вы поработали с пациентом. Если да, то срочно корректируйте высоту кушетки. Идеальным вариантом является кушетка, когда вы можете менять ее высоту легко и быстро. Дело в том, что в данном случае у нас маленькая, изящная девушка. В некоторых случаях к вам придут большие, массивные мужчины, которые гораздо выше, и, соответственно, под них придется опускать кушетку гораздо ниже. Вторая распространенная ошибка – это работа через ведущую руку. У меня изначально правая рука более активна, и, соответственно, мне легко и естественно работать через правую руку. Если я обойду кушетку с другой стороны, мне, опять же, будет удобно и комфортно работать через правую руку. И это будет вести к тому, что я буду избыточно нагружать правую сторону, а левая будет недогружена. И это будет приводить к тому, что моя диагональ, идущая от левой надеть в правую руку, или правая половина корпуса, будет избыточно перегружена, а левая будет недостаточно нагружена. В силу того, что наша работа – это работа, связанная с физической нагрузкой, профдеформация, связанная с перекосом таза, профдеформация, связанная с изменением формы стопы, профдеформация, связанная с изменением шейного отдела позвоночника, дыхание – все вытекающие из этого последствия. Поэтому в тот момент, когда я обнаружил, что я кривой, что у меня по-разному стачивается обувь, я обнаружил, что лямки рюкзака мне удобно настраивать по-разному, и ровно в этот момент я понял, что чрезвычайно важно работать разными руками. Сейчас, в настоящий момент, мне одинаково комфортно работать левой рукой и правой рукой. Я постоянно переминаюсь. В тот момент, когда я перехожу на другую сторону, я выбираю правила работы через неудобную руку. Я все время работаю через неудобную руку. Это приводит к тому, что через какое-то время я забываю о том, какая рука у меня неудобная. Я пробую постоянно выполнять движения то правой рукой, то левой рукой, и то движение, которое дается мне хуже и тяжелее, я начинаю выполнять именно этой рукой. Нормальная практика сводится к тому, что после того, как я поработал, я не должен устать физически. Я могу устать эмоционально, я могу устать от людей, но в последнее время практически не бывает ситуаций, чтобы я устал после работы физически. Это то, к чему следует стремиться. Следует стремиться к тому, чтобы после работы вы чувствовали себя как после хорошей прогулки или после хорошей физической нагрузки, которая доставила вам удовольствие и сделала вас сильнее, и вы чувствуете себя после работы комфортнее. Я, наоборот, чувствую себя хуже, если я долгое время не работал. Каждая из тех ошибок, которые я буду разбирать, критически важна. Важно внедрить каждый пункт из того списка, который я вам сейчас презентую. Каждый раз, когда вы будете внедрять хотя бы один момент из того, что я делаю, ваше здоровье будет улучшаться. То, к чему мы должны стремиться, это то, чтобы по результатам работы оздоровился и массажист, и пациент. Всякий раз, когда вы занимаетесь тем, что тратите своё здоровье на то, чтобы пациенту стало лучше, вы задаёте ложный стереотип для своего пациента, потому что вы являетесь авторитетом для своего клиента. Если в результате вашей работы вы становитесь более несчастным и больным, то ваш пациент неизбежно будет становиться более несчастным и больным. Следующая ошибка – это работать на одной опорной ноге. В силу того, что мы стоим сбоку от кушетки, для нас нормально опереться на одну ногу и работать с этой ногой. Это часто сопряжено с тем, что у нас есть ведущая рука, но в некоторых случаях, если мы работаем через другую руку, мы тоже можем использовать опорную ногу, с которой нам удобнее работать. Я могу поменять руку, но если я привык опираться на одну ногу, то я буду опираться на одну ногу, независимо от того, какой рукой я работаю. Поэтому аналогичным образом мне надо постоянно выбирать направление, с которого я работаю с большим затруднением. Если для меня правая нога более проблемна, то я буду использовать правую ногу в качестве опорной, а левую ногу буду использовать в качестве стабилизирующей ноги. Следующая очень похожая ошибка – это работать на прямых ногах. Она следует из предыдущей ошибки «слишком высоко поднятая кушетка» или если вы работаете на одной опорной ноге, если вы не переступаете между ногами. Слушатели канала часто обвиняют меня, и оператор часто журит меня за то, что я постоянно переступаю с ноги на ногу. Это навык, который я выработал в себе для того, чтобы сберечь свои ноги. В какой-то момент у меня катастрофически начали болеть колени. В какой-то момент я почувствовал, что стопы у меня обваливаются, свод стопы начал сыпаться, у меня начали болеть пальцы, у меня начали на ногах, у меня начал болеть свод стопы, у меня начали отекать ноги, у меня начались проблемы с коленями, с низом поясницы, и я понял, что причиной этому является статичная стойка на прямых ногах или статичная стойка на одной ноге. Вот этого не должно быть ни в коем случае. Вот этого положения, когда вы стоите на одной опорной ноге, И она у вас зафиксирована. Важная задача чуть-чуть присогнуть колени. Сейчас мои колени присогнуты. Не уверен, что это видно через камеру, но тем не менее мои колени присогнуты. Мои колени мягкие, я могу перемещаться в любой момент, в любом направлении. Я хожу на ногах, в которых колени мягкие. Мои движения позволяют мне двигаться в любом направлении через поворот стопы, через мягкие ноги. Это чрезвычайно полезно для коленей. Это прорабатывает колени, помогает вам вылечить колени, если там есть проблемы. Кроме того, это чрезвычайно позитивно влияет на ваш стиль работы. Когда вы работаете на прямых ногах, это воспринимается пациентом как более жесткая работа. Когда вы работаете на полусогнутых ногах, ваше движение, ваш вход в движение воспринимается как более мягкий и комфортный для пациента. Следующая стандартная ошибка – это работа с избыточной опорой либо на пятку, либо на носок. Почему мы избыточно опираемся на пятку? Мы подходим максимально близко к кушетке, особенно если кушетка широкая, отводим таз назад и начинаем работать с пациентом. Или, если мы отходим далеко, мы становимся на носок и работаем в этом положении. Работа с опорой на пятку – это чрезвычайно опасная история, потому что эта штука разрушает вам позвоночник. Кроме того, в тот момент, когда вы избыточно опираетесь на пятку, это приводит к тому, что вы не чувствуете пациента. Опора на пятку ухудшает качество вашей работы. Почему это происходит? Вы становитесь слишком близко к кушетке для того, чтобы вам было удобнее развеситься над пациентом. В тот момент, когда ваши ноги находятся вплотную к кушетке, опора идёт на пятку, потому что единственным способом менять нагрузку является балансирование на пятке. Как с этим работать? Вы поворачиваетесь под 45 градусов, становитесь на опорную ногу и начинаете работать через балансирующую ногу, и у вас есть диапазон движения. С какой-то регулярностью вы меняете опорную ногу и работаете симметричным образом точно так же. Чем опасно слишком далеко отступать от кушетки? Это, безусловно, полезно для того, чтобы корректировать свод стопы. В тот момент, когда вы отступаете от кушетки дальше, то у вас возникает необходимость поднимать пятку, и это частично происходит за счёт задней большеберцовой мышцы. Смотрите на нашем канале видео, посвящённое задней большеберцовой мышце. Однако же, когда вы отступаете от кушетки слишком далеко, это вынуждает вас наклоняться над кушеткой. Вы начинаете горбиться, и вы начинаете балансировать себя головой для того, чтобы дать пациента большую нагрузку. И это приводит к тому, что наша осанка портится. Каждый раз, когда вы отступаете дальше, вы вынуждаете себя горбиться. Каждый раз, когда вы подходите к клиенту ближе, вы вынуждаете себя выносить таз вперёд. Таким образом, ваша задача – найти правильное расстояние от пациента. Если вы подходите к пациенту слишком близко, вы опираетесь больше на пятку. Если вы отходите от пациента слишком далеко, вы больше опираетесь на носок. Поэтому ваша задача – ходить постоянно туда-сюда, то приближаясь к пациенту, то отдаляясь. И работать регулярно через 45 градусов, работать через диагональ. Следующая ошибка вытекает из предыдущих. Очень часто случается так, что вы в какой-то момент находите идеальное положение и застываете в этом положении. Каким бы прекрасным и хорошо сбалансированным оно не было, существуют проблемы того, что тело быстро устает от статичной позы. С другой стороны, если вы привыкли к какой-то позе, то все остальные позы будут казаться вам неудобными. Первая возможность противоборства этой истории – это постоянное изменение положения ног. Вы должны постоянно переступать возле пациента. Даже если я нашел какую-то точку на теле пациента, я буду непрерывно ходить вокруг пациента. Я буду отходить от пациента, я буду подходить к пациенту. Самое любопытное, что пациентам это будет восприниматься как большая динамичная работа. Потому что направление моих рук будет меняться. Это будет восприниматься как разная нагрузка. Это будет чрезвычайно полезно для пациента и это будет чрезвычайно полезно для вас. Это классическая ситуация, когда выигрывает и пациент, и терапевт. Кроме того, если вам удобно, если у вас, например, существует ограниченность пространства вокруг кушетки, вам надо периодически приспускаться то ниже, то выше. Работать то через одну руку, то через другую руку. Это позволит вам избежать статичной позы. Следующая чрезвычайно распространенная ошибка. Многие мои ученики жалуются на то, что у них через какое-то время после того, как они начинают работать, начинают катастрофически болеть пальцы рук. Более того, многие люди говорят, что нет, я не буду заниматься массажем, потому что у меня артроз пальцев рук. Это воистину одна из наиглавнейших проблем у людей, которые занимаются профессиональным массажем. Многие себе разбивают пальцы за столь краткий период, что это просто вызывает восхищение. Люди убивают свои руки за неделю, за месяц. Чем больше вы работаете, тем дороже вы стоите, потому что вы набираетесь опыта, потому что вы набираетесь чувствования, вы приобретаете известность и популярность. И в тот момент, когда вы напите славы, у вас отказывают руки. Это недопустимо. Давайте я покажу вам, как избежать этой проблемы. Первая вещь, которую необходимо сделать, это достичь понимания того, что ваша рука должна быть максимально округлой. Вы можете правильно передавать нагрузку из корпуса через арку ваших суставов. Каждый раз, когда вы избыточно издеваете сустав, вы теряете энергию, которая передается от ваших ног. Таким образом, вся нагрузка ложится на пальцы. В тот момент, когда ваши суставы максимально соосны и округлые, это кардинально уменьшает нагрузку, которую вы возлагаете на пальцы. Аналогичным образом, мне одинаково комфортно работать любым пальцем. В какие-то моменты, если я начинаю чувствовать, что мне стало работать слишком легко, я могу работать через мизинцы. Я могу работать левой рукой, я могу работать основанием ладони, я могу работать возвышением мизинца или возвышением большого пальца. Костяшками пальцев существует огромный диапазон точек, через которые вы можете работать. Всякий раз, когда вы застыли в каком-то одном положении, работаете через какой-то один палец, всякий раз, когда вы издебаете углы избыточно в своего тела, ваши пальцы, ваши суставы находятся в опасности. Следующей стандартной проблемой будут проблемы по лучезапясным суставам. Я вырастил себе специально косточку, это патология, это нездоровье, не делайте как я. Всякий раз, когда вы издебаете руку вот таким вот образом, вы формируете здесь избыточные нагрузки, и тело ломает вам сустав, возникает артроз в случае запястного сустава, и это вовсе не является обязательным элементом программ. Работаем через округлые углы сустава. Все то, что я эффективно делаю через работу с издибом лучезапястного сустава, можно сделать другим образом, не издебая лучезапястный сустав. В каких случаях может возникнуть потребность издебать лучезапястный сустав? Если вам хочется заземлиться в пациента, если вам хочется оказать глубокое воздействие в глубокие ткани человека, то вам хочется максимально нормальную нагрузку под прямым углом. Чтобы этого достичь, вы максимально издебаете лучезапястный сустав, чтобы упереться максимально в глубину. Способом избежать этой проблемы является работа через ноги. В тот момент, когда я приподнимаюсь на носке, у меня появляется возможность работать через корпус, и проблемы лучезапястного сустава отходят в сторону. Обращаю ваше внимание, что может возникнуть ощущение, что я работаю на носке. Но я работаю не на носке, я вхожу в положение на носке и возвращаюсь из него в стандартное положение опоры на полную стопу. Для меня положение на носке и положение избыточного издеба лучезапястного сустава является лишь временной ситуацией. Я не застреваю в избыточной опоре на основании ладони, и я не застреваю в положении приподнятости на носках. Следующей ошибкой будет пренебрежительное отношение к положению сидя. Вы должны отчетливо себе усвоить, что всякий раз, когда у вас есть возможность сесть рядом с пациентом, вам лучше сесть рядом с пациентом. Вы можете садиться на кушетку, опираться на кушетку. Вы можете взять стул, на который вы обопретесь ногой. Вы можете сесть на стул, на который вы обопретесь ногой. Всякий раз, когда у вас есть возможность сесть, вы должны эту возможность использовать. Вы должны максимально разгрузить ноги, если это позволяет работать с тем же качеством. Часто пациенты воспринимают, может сложиться ощущение, что пациенты воспримут вас сидячими возле них, как пренебрежение своей работой, как лень, как монтирование своими обязанностями. На самом деле, вы должны понимать, что положение сидя обладает огромным потенциалом, так же, как и положение стоя, так же, как и положение на коленях, так же, как положение в полулежа. Вы должны использовать максимально широкий спектр положения тела своего вокруг пациента. Вы должны отчетливо понимать, что ваши пациенты платят вам не за то, в какой позе вы работаете, не за то, сидите вы или стоите. Они вам платят за результат. Ну и, наконец, последняя ошибка, она, наверное, самая глобальная из того, что я сейчас описал, это отсутствие профилактики профзаболеваний. Надо понимать, что работа массажиста – это работа физическая. Вы буквально работаете своим телом, и тело для вас инструмент. Очень частая ошибка – это принесение себя в жертву интересам пациента. Ну, я помню это отчетливое чувство. Ну, ладно, я-то с собой разберусь. У пациента большая проблема, у него беда. Бог с ним, с тем, что мне неудобно, с тем, что мне больно, с тем, что я работаю в спертом воздухе, что я давно хочу в туалет, что я не пил воды, что у меня не было сеанса массажа по отношению ко мне, что у меня нет времени помассировать свои суставы, что у меня нет возможности поработать со своими стопами, поработать со своей поясницей. Пренебрежение собой, отсутствие внимания к тому положению, в котором я работаю, отсутствие желания лечиться от пациента является одной из самых главных ошибок в стойте массажиста. Потому что каждый раз, когда вы понимаете, что вы в процессе работы живете, каждый раз, когда вы понимаете, что в процессе работы вы не приносите в себя в жертву, а лечитесь, каждый раз, когда вы это понимаете, вы оздоравливаетесь. Каждый раз, когда вы об этом забываете, вы страдаете, вы болеете, вы умираете, вы закладываете ложный стереотип пациенту, и пациенту от этого хуже. Это ложная жертва. Вы жертвуете, полагая, что станет лучше, но всем становится от этого только хуже. Как же лечиться от пациента? Первая вещь, суммируя все это видео, первая вещь, вы должны быть текучи, как жидкость. Вы не должны застревать ни в положении на одной наде или другой наде. Вы должны перетекать из ног. Вы не должны застревать в одной руке или в другой. Вы не должны формировать статичных частей в своем теле. Вы должны работать через корпус. Вы должны работать из неудобных мест, но вам должно быть комфортно в том, как вы работаете. Каждый раз, когда вы замечаете, что вам стало хуже после сеанса, вы должны попробовать проанализировать, что не так. Очень важно знать, что самоисследование, внимание к себе является главным залогом того, что вы будете эффективны как профессионал. Каждый раз, когда вы обнаруживаете, что в вашем теле что-то поломалось, это прекрасный повод разобраться, что может в вашем теле поломаться. В какой-то момент к вам придет пациент ровно с той же проблемой. И если вы справитесь со своим телом, если вы научитесь лечить себя, то у вас появится высокий уровень готовности к проблеме пациента. Мы не смотрим на наши проблемы как на проблемы. Мы смотрим на наши проблемы как на горизонт развития наших компетенций, как на горизонт развития нашего здоровья. И не стоит забывать про самомассаж. Массаж – это огромное пространство для развития и исследования себя. Если вы не знаете, что такое самомассаж, или знаете, но не делаете, переходите по ссылочке в описании. Спасибо за просмотр этого видео. Напишите в комментариях, насколько часто вам случалось составлять часть своего здоровья на кушетке ради пациента. Также не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на этот канал. Канал, где мы говорим о том, как делать массаж и зарабатывать на этом деньги. С вами был Станислав Черноног, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и саматити. До новых встреч, друзья! До свидания!